Документальная лента Которые без преувеличения можно назвать уникальными Для кинопроката они не предназначались И видели их потом только архивисты Кинооператоры Центральной студии документальных фильмов Работали на археологических раскопках вокруг Кремля В 1949 и 1956 годах На снятых ими кадрах, которые мы сейчас будем смотреть Запечатлено то, что несколько столетий никто не видел Да и потом никто никогда не увидит Эксперт Андрей Рейнер Художник-дизайнер Специалист по истории архитектуры и градостроительства Ведущий Виктор Баталин Начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного архива кинофотодокументов Здравствуйте, Андрей Здравствуйте Я хочу показать вам две кинохроники Одна 1949-го, а другая 1956-го года Вообще, это хроника, которая не вошла ни в один фильм Это очень любопытная хроника Археологические раскопки в центре Москвы Зарядье и так далее вокруг Кремля Москва всегда уже застроена давным-давно Особенно центр города Тем более, потом это охраняемая зона И там археологические раскопки Это, естественно, чрезвычайно редкое событие В этом смысле эта хроника уникальна Вот давайте с вами посмотрим И что же нашли в те годы На этих исторических землях Москвы С удовольствием, интересно Давай Я так понимаю, что вот это все Все дома снесенные На переднем плане идут раскопки На месте снесенных домов А вот на заднем плане это подлежащие сносу Ну вот, это было место торговое Почему Зарядье называется Ну вот, там была пристань Там была очень плотная интенсивная застройка Особенно в конце 19-го века Мало кто знает Там в 19-м веке Разрешили селиться Российским евреям Даже так Ведь была черта оседлости в России Была, была Некоторые из них имели право Только на временное Пребывание А именно купцы А некоторые мастеровые Выйдя в отставку после службы В русской армии Могли жениться и там осесть Название исторического московского района Зарядье Произошло от его географического расположения С 16-го века это место у Кремля Находилось за рядами торговых лавок Сами ряды тянулись от Москвы реки до Варварки Вдоль Москворецкой набережной Главная улица Зарядья, Великая Впоследствии Маклинский переулок Была проложена от Константина Еленинской башни Кремля К пристани В 30-х годах 20-го столетия Здесь был массовый снос домов А в 1967-м Строители возвели гостиницу «Россия» Которую спустя 40 лет демонтировали Сейчас в Заряде Создается парковая зона Вот мы видим Что размечают раскоп При этом Смотрите-ка На предыдущих кадрах было видно Что снятый достаточно большой Слой земли Культурный слой так называют Ну вот А какого вы говорите года фильм? Это 49-й год 49-й Значит, давайте поймем, почему Верхний слой земли сняли История этого места Она богата стройкой и перестройкой Большой пожар 12-го года Который, так сказать, вот во время Наполеона Да, да Нашествие французской армии Он полностью уничтожил Заряде Совершенно полностью И оно перестраивалось в 19-м веке Тоже полностью И было очень плотно и интенсивно застроено Ну вот А потом Там было пожелание построить здание Нарком Тяжпрома Это уже советское время А после этого, мало кто знает, начали возводить И возвели до 8-ми этажей Одну из 8-ми высоток То есть 8-я высотка должна была быть Заряде Совершенно верно И ее разобрали И Причем начали ее строить в 1947-м году А если говорить и фильм 48-го Вот в общем-то 49-го Да, 49-го Вот мы и видим тот самый котлован Который остался от этой стройки Ну вот смотрите Мы видим здесь вот фрагмент Какого-то сруба Да, квадратного, видимо Вот При этом, при всем Как бы вот темные уровни Да Это следы пожарищ Например, да На пожарищах ведь Глубоко не закапывались Просто Начинали строить по новой И Надо не забыть, что Когда построили Китай-городскую стену Она Нижней частью своей Проходя параллельно Москве-реке Была преградой для приятеля Это с одной стороны С другой стороны Она отсекла Все зарядье от Москвы-реки И при каждом дожде При каждом ливне При каждой весне Туда собиралось Очень много грязи И мусора И слоя И там до 8 метров Больно Она заросла, эта стена Вот этот слой Эта грязь Ила И так далее Да Ну вообще культурный слой Будем говорить Терминология Археология Да Культурным слоем В археологии Называется Слой земли На месте поселения Человека Сохраняющий Следы его деятельности По сути Это строительный И хозяйственный Мусор В перемешку Но главная ценность Его Это хранящиеся В земле Предметы быта Инструменты Оружия В некоторых случаях Такие следы Могут быть перекрыты Слоем земли Или песка Это говорит о том Что в определенное время Человек покидал Своё жилище А затем Снова возвращался Сплошной слой Не имеющий в себе Предмета Разных эпох Говорит О постоянном Проживании людей Ну вот это здание Смотрите-ка Да Вот Покровский собор Это здание Его нет Вот они Срубы идут Хорошо Сохранили Ну Они же Мунифицируются Там Достаточно Большая влажность Почему Там делали Дренажи Вот здесь Вы видите Вертикально Торчащие Это вообще Как Это укрепление Это укрепление Земли Было Укрепление Почвы Свайное У кого Чего было То и забивали Здесь Лиственницу Можно найти И сосну И они Мунифицировались И вот поэтому Достаточно Хорошо Сохранились Вот А это что А это смотрите Это не горшок У него Круглая Круглая Донышко Это похоже На тегелек Вот мы знаем Что в Заряде Было очень много Мастеровых Потому что Это был порт Это разгрузка Перегрузка Купеческое место И селились там Мастеровые Всякого разного Утолка Кузнецы И так далее Рядом вода Совершенно верно И ювелиры И скорняки Там кого только не было И это похоже На маленький тегелечек Остановите Вот смотрите Интересная Форма по-моему Это форма Да Я знаю Что Это вообще Это как бы Так Она характерна Даже для бронзового века На самом деле Такая форма Она делалась Из камней Или из керамики Вот эти Два отверстия Это Для второй части Формы Которых были Выпуклые части В ответ Вот сюда Заливался металл Видите Да Дорожки И вот здесь Вот ямочки И пролаговатые Такие Это похоже Ну На заколку одежную Например Вот там Отлил Сразу их много Отсек лишнее Вот тебе готовая продукция Трудно сказать Да Вот это интересно Смотрите Вот это Украшение Это шпора Да Это шпора Смотрите Здесь отверстие Она должна была Надеваться на ось И это Вот Это вот Звездочка Шпора Вернее Вот смотрите Очень интересный кадр Вот это Все Это Свайное Укрепление Грунтов Вот это И только потом Сверху уже Строили Ну Именно Это Отличие Нашей архитектуры Российской От западноевропейской Где не применялись Сваи Почему Венеция Ну Венеция Единственное исключение Вся русская лиственница А так у них Углубленный Просто фундамент Нет Применялись Тоже свайные укрепления На болотистых Плохих Глинистых почвах То же самое И потом Конечно У нас же Петрок Малый Строил Китайгородскую стену Это специалисты Из Италии И он Под эту стену Делалось тоже Укрепление почвы И эта стена Идет на много метров вниз Как теперь Вот сейчас Отнаружили Эта технология Они существовали По всей Европе Петрок Малый Он же Петр Малой Фрязин Был последним Итальянским Зодчим Работавшим В Москве В первой половине 16 века Появившись Первопрестольный В 1522 году Он называл себя Архитектором Папа Римского Что на самом деле Не соответствовало Действительности Заключив договор На три года Зодчий Пробыл в России 17 лет Женился Принял православие Ему приписывается Авторство Одного из самых Выдающихся Памятников Средневековой Москвы Церкви Вознесения В Коломенском Но главной его работой Стало возведение Стен и башен Китай-города Обувь Ага Давайте посмотрим Кожаная обувь Да Да Хорошая кожаная обувь Солейте Пролежала С загнутым носком Такой сюжет Типичный Для Скажем Середины 20-го века Ни до Ни после Дело в том Что сейчас Когда ведут раскопки Идет фотофиксация Да Обязательно Иногда Зарисовки Но Фотофиксацию Там например 40-е годы Было вести Очень дорого Пленка И поэтому На раскопках Археологических Всегда ездили Хорошие художники Графики С высокой квалификацией Часть археологов Сама неплохо Рисовала Сейчас Подобных рисунков Не встретить Вот Я считаю Что вот сам Такой рисунок Это уже Тоже Наритет А посмотрите Размер кирпича Какой А это не кирпич Это камень Да Да Что редкость Большая Да Нет Камня Очень мало Известняк Мячковский Известняк Там больше Ничего Здесь нет Дело в том Что Зарядье Это была И мастеровая Купеческая Как бы Слобода И Там каменные Были подвалы Ясно Что для хранения Товаров И фундаменты Подвалы Не многие себе Могли позволить Подобные Каменные И Как бы То что уже Было Понастроено После Войны 12-го Года Это в основном Были Дома И лабазы Сдаваемые В наем Хозяева Там не жили Там жили Те кто Снимал Эти помещения Ну вот И Очень интересно Тоже Если так Углубиться В историю Московской Архитектуры То для Зарядья Характерны Дома Где первые Этажи Это лабазы Лавки Магазины А по второму Этажу И выше Шла галерея Внешняя Для экономии На лестницах И в квартиру Можно было попасть Такой вот Как бы Представим себе Одесский дворик Вот это вот Было Одесские дворики Внутри дворов И даже Знаменитый Дом Под названием Корабль У которого По трём сторонам Внутри Двора Были вот такие Галереи Это где-то Откуда Его снесли Там Там же Он был там Он попал В фильм Сергея Занштейна По-моему Фильм называется «Тачка» И он там Вот этот дом У него Он настолько Так сказать Вот его прозвали Корабль С этими Галереями Теретин Что дал ему Ряд хороших кадров Знаменитый Дом Корабль В Заряде Построен В 1906 Году По проекту Архитектора Леона Кровецкого Это был Доходный Дом Галерейного Типа Для бедных Располагался В Псковском Переулке Отличался Наклонными Галереями Пандусами И перекинутыми Поперёк двора Чугунными Мостиками Всё это Делало Здание Похожим На многопалубное Морское судно Отсюда и Прозвище Дом Корабль Владел Этим чудом Архитектуры Действительный Тайный Советник Борис Нейтгард В середине 30-х годов 20-го Столетия Здание Было Снесено Ну Теперь Другая Кинохроника 56-й Год Это уже Не Заряде Видим Катафью Башню В 20-е годы Например Большевики Первый Содорков Жили в Кремле Не только они Там просто Москвичи Просто жили Да И много Кого жило И они Спокойно Москвичи Туда попадали Потом Мы их выселили Потом потихонечку Потихонечку Он Военизировался Кремль И Попуска Уже После войны Уже Сделали Туда Снова Доступ Но Через Тоже Катафью Что и Сейчас В середине Где-то 50-х годов Открыли И Спаска Была Открыта Я Спокойно Проходил Через Катафью И Потом Спаска Ну Вот Потом Закрыли Сейчас Только Часть Территории Кремля Доступна Для посещения Вот Смотрите Ну Вот Здесь Тоже Решили Организовать Раскопки Около Катафи И Бар Катафи А это Троицкая Это Троицкий Мост А Здесь Были Грязные Труды Поганые Вот Но На них Мельницы Стояли Вот Здесь Была Плотина Один Один Из прудов Здесь Был Троицкий Крут А вот там Любяжий Вот За тем Мостом Вот Теперь Вот Вспомним Вот Это же Берег Реки Неглинка Русло Здесь Проходило Реки Неглинка Какие Здесь Могли Быть Строения Хозяйственное Назначение Первым Когда Во время Северной Войны Готовились К осаде Москвы Шведами Возможно Осаде Построили Так называемые Больверки Это что Башни Укрепление Вокруг Моста Для ведения Броник Убой И это Фундаменты Похожи От них Больверки Так В Средневековье Именовались Специальные Фортификационные Сооружения Они Представляли С собой Земляные Волы С бастионами И рвелинами Часто Дополняющимися Рвом С водой Появление Бастионной Фортификации Было связано С развитием Артиллерии Городские Стены Башни Той эпохи Что-нибудь В земле Какого-нибудь Предмета Ого Тело Плотина Мы видим Глинка Давным-давно В трубе Ведь первое Значит Кто Был инициатором Заключения Не глинки В трубу Это Екатерина Вторая Когда Обер Генерал Губернатор Москвы Пожаловался Что оно Очень Воняет И тяжело Ездить на работу По Троицкому мосту И вообще Это не один Он пожаловался Оно так и было Потому что В нее были все стоки Тогда было Ей сделано Деревянное дно Деревянными Сваями Сделаны Берега Оформленные И Каменным С водом Была она перекрыта Не глинка Вот я пока Вот этого Не очень-то вижу Остатков Каменного Свода А уже Только в 19 Веке После Опять же В 20-х Годах Ее взяли В трубу Ну как интересно Вот видим Столетние деревья Столетние Постройки Больше Археология Интереснейшая Конечно Да Наука Вы знаете Что тут Могло быть Могло быть Ну как Опускали в течение Воды Да Сруб Развернуло Какой-то Ну и так Его и засыпали Потому что Ну здесь вот Явно Одна линия Прослеживается Это постройка Одного времени Ну копали Студенты Московского Государственного Университета Ну и сюда Копают студенты Конечно Под руководством Ну там Там очень много Ручной работы Такой Низкоквалифицированной И с другой стороны Вот это по-моему Ведущие археологи Я сейчас боюсь соврать Кто из них кто Но на раскопках Там работали Робинович Розенфельд Насколько я помню Михаил Григорьевич Рабинович Первый Руководитель Московской Археологической Экспедиции Доктор Исторических Наук И лауреат Государственной Премии Российской Федерации Был пионером В проведении Стационарных Раскопок В осте реки Яуза Великого Посада Москвы И Кремля Ростислав Леонидович Розенфельд Знаменит Своей работой Над составлением Большой Археологической Карты Московской Области Специалист В области Славяно-русской Археологии И материальной Культуры России Ну вообще-то Андрей Насколько я знаю Существует закон Вот В исторической Застройке Любых городов Прежде чем Что-то строится Должна проводиться Археологическая Разведка Вы знаете К закону Пошли постепенно Все началось На самом деле Вот Московские Такие Серьезные Изыскания Археологические Это при прокладке Красной ветки метро Тридцатые годы Значит 800-летие Москвы 1947 год И под это дело Применили И создали ряд Законодательных актов Которые Включали регламент Археологических Изысканий Вот интересный кадр Вот такое Диагональное Укрепление Явно имеющее Смысл Укрепить берег У основания Кутафии башни Дело в том Что когда При Екатерине Взяли под свод Неглинку Многие же Домовладельцы Которые По охотному Ряду Те дома стояли Они потихонечку Потихонечку Туда свои Стоки Еще выводили Вот А городской Сток туда Подошел И все время Это что-то копалось Переделывалось Перекапывалось И Почему у нас Сейчас Например Здесь сухо Да Там небольшого Диаметра труба В которой Неглинка Вытекает Она у Боровицкого Моста У Боровицкой башни А В 60-е годы Часть русла Неглинки Взяли и провели Как раз Под замоскворечьем На километр Ниже Кремля Неглинка Там в Москву Еще выпадает Да Не знал Несмотря на то Что река Неглинка Совсем небольшая Всего 7,5 километров Длиной Ее по праву Можно назвать Самой легендарной Водной артерией В первопрестольной В народе Неглинку Называют Ведьмой Чертовкой Затворницей Последнее прозвище Связано с тем Что реку Еще в начале 18 века Начали поэтапно Прятать в трубу Кстати После слияния С речкой Надпрудной В районе Нынешнего Садового кольца Русло Неглинки Разливалось Каскадом Естественных Проточных Прудов Из которых Река Устремлялась Самотеком В сторону Кремля Отсюда Еще одно Ее название Самотеком Вот мы с вами Посмотрели На мой взгляд Действительно Уникальный Кадр Ведь Этого Никто Ни раньше Не видел Я имею в виду Все эти Объекты Которые Раскопы Не потом Ведь это все Или уничтожается Или засыпается В этом смысле Огромное спасибо Тем кинооператорам Которые вообще Засняли на пленку Это событие Вот очень жалко Что Когда проводятся Археологические Раскопки В таких Значимых местах Как Центр Москвы Это не правило Чтобы надо Обрезательно Чтобы снимали Всегда Вот сейчас В Заряде Делают раскопки Сейчас там съемки ведут Тайницкие съемки В Тайницком саду Я не знаю Были съемки Или нет Вот в данном случае У нас Слава Богу В архиве Это сохранилось И это можно посмотреть Вот мы с вами Так вот посмотрели И грядущее поколение Москвичей И других Людей Можут это посмотреть Ну я должен сказать Что не все так В общем-то Ну печально Потому что Ну например Что деревянные фрагменты Особо ценные Они идут В исторический музей После раскопок В музее истории Москвы Другое дело Что это такое количество Которое не выставишь Это невозможно Оно в запасниках Например Ну чтобы вы представляли Объем хранения Да Государственный исторический музей Несколько десятков Миллионов единиц хранения А зрители видят Несколько тысяч Но согласись здесь Андрей Одно дело видеть Сруб в музее И совсем другое Где вот он Он стоял Сотни лет Тому назад Это безусловно Да Вот посмотрите Аромата Эпохи нету Землю Да Вот эти уровни Срезы Хорошо Да Конечно И Ну как Ну да Вот никто не объединит Необъятного К сожалению К сожалению Ну что Спасибо Андрей И вам спасибо Действительно Что показали Уникальные кадры КОНЕЦ 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 КОНЕЦ